Иван Сергеевич, что было сейчас, во-первых, мы побывали на месте. Все-таки более детально расскажите, где мы сейчас были. От что непонятного, поселок Азаряновка, работает украинский снайпер. У них такое развлечение, вы видите, работают они исключительно по коммуникациям. Сейчас отработали по трупам низкого давления газоснабжения поселка. Работали, по всей видимости, зажирательными патронами. Причем попали не один раз. Ну, слава Богу, что они не продолжили свое издевательство и не начали работать по ремонтной бригаде. Кстати, очень часто и густо такое бывает. И три недели назад отработали по бригаде энергетиков в Зайцево. Мало того, что согласование не дают никоим образом, так еще и издеваются над людьми. Я хочу просто низко снять шляпу и поклониться коммунальщикам Донбасса. На этом верное время считали, там, а работник Женька, там, энергетик, дармоеды, бездельники. Хочу вам сказать, что это люди-герои. Герои не менее, чем бойцы армии ДНР, которые ежедневно, если честно, рискуют свою жизнью при выездах вот таких вот, которые вы сейчас видели. Рискуют жизнью, причем рискуют за очень скромную заработную плату. Они понимают, что город и республика должны жить. И вы обратите внимание, мы приехали, нам доложили сразу же о том, что был обстрел. Мы приехали, ну, достаточно быстро, а газовики уже работают. И я не раз, кстати, был свидетелем, особенно последний там яркий пример был в моей жизни. Я как-то пытался посчитать, на сколько обстрелов я был за время вот этой своей работы за 2,5 года. А на сейчас эта цифра составляет уже 187 раз. 187 обстрелов я был. И был показательный пример. В августе 2014 года был очень сильный обстрел в поселках Кладковых. Тогда появилось порядка 6 человек. Уже тоже стирается в памяти. И еще шел обстрел. И очень сильный. Была повреждена труба на Нижней Гладковке, газовая. И мы ехали. Город был вымерший, тихо. Люди сидели, попрятались. И мы ехали. Ехал я со своим помощником. И ехала впереди аварийная газовая служба. И при этом шел обстрел, и рядом ложились мины. Я повторяю, я снимаю просто шляпу перед этими людьми. Это не пафосные и красивые слова. Это жизнь. Это люди показали свой характер в Донбассе. И Господин Беспощадный наш поэт, когда говорил о том, что Донбасс никто не вставил на колени. Вот как раз это яркий пример этого. Так что, Саш, вот так живем, никого не боимся. Людей жалко, понимаешь. Единственное, конечно, гибнут люди. Гибнут мирные люди. Хотя сейчас у нас уже с тобой более двух лет действуют минские соглашения. С какого-то началось? С сентября, по-моему, 17-го, если не ошибаюсь. С 14-го года. Бывает затихает. Бывает не затихает. Ну, и какое-то время там было тихо. С сентября 15-го года, по половину октября. Было немножко тихо. Вот опять с 1-го сентября 16-го года. Ну, опять же, немножко. Это полторы-две недели. Потом опять у вооруженных сил Украины не выдержат нервы. Они начинают стрелять, начинают обстреливать. Люди начинают возвращаться, они начинают стрелять. И в Зайцево, кстати, так и происходит. Там живет, кстати, знаменитый дядя Сеня, если ты знаешь. Да, вот он из его окна выглядываешь. Во-первых, за его окном идет уже оккуп оборонительный наш. И ровно 400 метров от дома уже блиндаж, которым находятся украинские вояки. И он сам неоднократно говорил, рассказал, что как только он даст интервью, кому-то или гости к нему приедут. Они сразу начинают обстрелять его дом. И он, кстати, продолжает там жить. Вот и вот эта часть Зайцево, где он живет, она до сих пор, кстати, находится без электроэнергии. Мы вот совместно с Красным Крестом полтора месяца или два месяца назад привезли там несколько десятков генераторов. Постарались закрыть именно вот эти болевые точки. Генераторы, кстати, достаточно мощные. Мне привезли большой витрильный, чтобы хватило одного генератора на два-три дома. Ну вот сейчас спасаемся работать. Продолжаем в режиме. С одной стороны, вроде едем по мирному городу, по центру. Все вроде спокойно. Проезжаешь полтора-два километра, попадаешь в зону стального разрушения, в котором продолжают жить люди. Сегодня, кстати, вот выдали квартиры жителям маневренного фонда. 22 квартиры выдали. Это те дома, которые не подлежат восстановлению за счет республики, по поручению главы республики Александр Владимирович, кстати. И он непосредственно контролирует этот вопрос. Очень жестко спрашивает с нас, чиновников. Кстати, правильное дело. Вопрос переселения маневренного фонда. Он лично приезжал, контролировал. Вот восстановление. Позавчера вечером мы, вернее, вчера вечером мы закончили все вопросы по документам. И сегодня с утра уже, видимо, выдали квартиры. Они уже сегодня заселяли. А сколько всего человек? Заселили? Ну да. Саш, я не помню, она уже квадратная. Мы заселили 22 семьи. Еще в резерве осталось у нас 8 квартир. Ну, как в резерве. Мы сейчас вот до распределимых между зайчатами и между посылоком 6 и 8 квартир. Там достаточно жесткие условия поселения. Мы проверяем сейчас документы. И как только все закончим проверку, там как бы люди уже есть на эти квартиры. Мы выпишем ордера. Опять же, это 2-3 дня, не более того. Мы стараемся не затягиваться эти вопросы. Потому что люди бедные живут на съемных квартирах, люди живут в общежитиях, люди живут в профилакториях. Они, безусловно, тоже от этого всего устали. Морально-то все равно человек подрывается. Когда ты привык, что ты встал утром. Тем более человек, который жил сейчас на доме, представься. Вот он утром встал, полил огород, погулял по уличке. А сейчас он встает, всего этого нет. У него есть разрушенные стирмы. И все равно они не хотят бросать, не хотят уезжать. Вот сколько мы не общаемся с жительными зайцами, давайте мы вас переселим в тот же самый маневренный флот. Знаешь, они отвечают? Они говорят, а куда я гусей, где ну так, где ну. Они привыкли так же всю жизнь. Блин, ну. Так и живем. Уф.